В Екатеринбурге неожиданно как-то вдруг зациркулировали сенсационнообразные слухи, что, мол, где нашу 220-метровую недостроенную телебашню у цирка, являющуюся одной из визиток уральской столицы, якобы собираются сносить. Звучит как страшный сон, но эту тему уже реально на совещаниях обсуждают архитекторы, строители и иже с ними. Фабула такова. Рядом с телебашней собираются строить новый ледовый дворец для автомобилиста на 15 тысяч посадочных мест. Во-первых, под него нужна гигантская парковка. Во-вторых, башня может рухнуть прямо на ледовую арену. И, дескать, вот на этих основаниях нашу любимую башенку придется ликвидировать. И вот это самое феноменальное решение на фоне тех десятков проектов, которые предполагали обустройство башни и прилегающих земель. Конечно, снести это всегда проще, чем обиходить. Кто-то скажет, эта 220-метровая бетонная труба, как телебашня, никому не нужна. Технологии давно уже шагнули в космос. Да, это так. Но башня это уже просто культовый объект. Это гордость Екатеринбурга. Наша фишка. Это самое высокое заброшенное здание в мире. Да даже тупо из-за этого ее сносить нельзя. Насчет того, что башня уже старая и может просто на кого-то упасть, это полная ерунда. Бетон башни, как коньяк, с возрастом становится лучше. При строительстве это был 400-й бетон. Лет 10 назад плотность померили 600-ка. Сейчас, наверное, он еще больше окреп. Да и каким способом можно снести 220-метровую бетонную трубу? Мы сегодня заморочились в сети, пробежались по открытым источникам и выяснили, что ликвидировать такой объект можно несколькими способами. Самый реальный – это срезать ее, начиная с верхушки, и вывозить по кускам. Но это капец как надолго. Гораздо быстрее, проще и дешевле взрыв. Казалось бы. Но нет. Башня стоит в самом центре большого стольного города. Рядом цирк, жилые дома, река. Если убирать ее направленным взрывом, при котором объект падает в определенную сторону, то не хватит пустого места, ибо при таких падениях радиус разлета осколков рассчитывается примерно как полторы высоты, то есть более 300 метров. Это исключено. Есть еще метод, называемый прогрессирующим или лавинообразным обрушением, наглядно продемонстрированным всей планете 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке на башнях-близнецах WTC. Не, ну официально сообщили, что небоскребы так аккуратненько, ровно вниз сложились под воздействием самолетов и огня. Но даже 70% американцев в это не верят. И было несколько документальных фильмов, убедительно доказавших, что близнецов обложили взрывчаткой по всей высоте и по периметру, и в определенном порядке ее взорвали. Но то были дома со стенами и пустотами. Возможно ли сие применить в отношении трубы из галимого бетона? Нам сложно сказать. Но в интерсете мы не смогли найти ни одной трубы, снесенной таким образом. То есть обрушившейся строго вертикально, ровно на свой фундамент. Хотя, согласен, это не более чем мнение дилетанта. Но к чему вообще? Обсуждать способы обрушения? Может попробовать еще пообсуждать варианты реконструкции телебашни? Было много разных проектов. Был даже конкурс. Но пока башня и ныне там. Нам, например, в свое время очень нравилась тема превратить нашу башню в самую высокую церковь в мире. Спокойно. Всех сатанистов, атеистов и прочих просьба не воспламеняться на слово церковь. Это был бы не только культовый, футуристический, но и туристический объект. Но посмотрите сами, какие у нас в области самые посещаемые туристами места? Храм на Крови, Ганина Яма и Верхотуре. Ну то есть церковь и два монастыря. И все это вклад православия. А самая высокая церковь в мире, ну согласитесь, это звучит очень круто. Если этот проект кажется кому-то слишком замороченным и дорогим, есть вариант попроще поставить на вершине часовинку, а к ней скоростной лифт. Добро пожаловать в рай. Ну и без привязки к православию было много интересных светских проектов. И вдруг говорят, сносить. Типа в Екатеринбурге новую ледовую арену больше построить негде. Не, ну если кто-то хочет войти в историю как герастрат, тот, конечно, может снести башню. Но если кому интересно наше мнение, башню сносить нельзя. Ну и кроме всего прочего, в 99-м году мы, Тау, за фильм «Экстремальная башня» получили Тэфи. Настоящий, не региональный, а тот, изначальный, федеральный, когда Тау имела возможность на равных бороться с Первым каналом и НТВ и побеждать. Я вот, например, сегодня для нашей любимой башенки даже название придумал. Тэфи Левобашня.